Кирмозы, портахал, ешел, сары ренглеры – олар чешеттар, лётысты, вешекілдей олар. Чоқысы хусусын балачықлар кусильванларыны топламаға бексе велер. Очень любим гулять осенью с ребенком, так как прекрасная погода, ярко светит солнышко, детенек апризничают и любят играть с листями, как и все дети. Азвар хызмечелері де кузь мефсымыны севелер. Ама тереклерден түшкен япрахлар оларны асыл қувандырмайлер. Чүнкі әр саба япрахларны яныдан топламаға керек ола. Япрахларны насыл джейлмаға керек олғаныны чоқысы бөлмей. Йолларда ве қалдырымларда оларны джейштырмаға керек. Чүнкі кеткен машиналарға ве инсанларға кедер этмекте. Шы себептін де бойлі ерлерній япрахлардан темызлеміге лязім. Ама ічбір вақыт япрахларны яхмаға мүмкін дегіл. Сжигание листвы и других растительных отходов сельскохозяйственного производства недопустимо, поскольку это сопряжено с поступлением атмосферный воздух угарного газа и тех загрязняющих веществ, которые были накоплены за весенне-летний период в листве. Это могут быть и канцерогенные вещества, содержащие тяжелые металлы, такие как ртуть, такие как свинец. Оларны яқан вақытта нетичеде пейдауылған түтюн ве газлар инсанларының сағлығына тесір этмекте. Прежде всего страдает сосудистая и кровеносная система. Особая группа риска людей, которые страдают сердечными заболеваниями и лёгычными заболеваниями. Бұюк шеерлерде япрахларны топлап шеерден түш алып чихаралар. Амар шахси секторларда яшаған инсанлар сых-сых япрахларны яқалар. Алергия, иммунитетның заефлығы, нефес системасының хасталықлары, онкология. Тамабу хасталықларның пейдауылывына яқылып түтеген япрахларда тесір әте білер. Япрахларның яховы джинаимі сүліеткеде, чеке білер. Административная ответственность, которая заканчивается штрафами, довольно внушительными штрафами для физлиц. Это может быть от 20 тысяч, для юридических лиц это 200-400 тысяч рублей. Ну и, конечно же, если поджог листвы заканчивается более серьезными последствиями, как, например, пожаром, лесным пожаром, или пожаром в лесополосе, или, скажем, пожаром на сельскохозяйственных угодьях, то это и уголовная ответственность. То есть есть соответствующая статья в Уголовном кодексе Российской Федерации, но с соответствующим наказанием, впло до лишения свободы до 7 лет. Сухая лиственная смесь, она готовится очень просто. Это совет и для наших огородников-садоводов, и для частников, у которых это есть. Все это измельчается, кладется в полиэтиленовый пакет, завязывается, и туда перестает поступать воздух, кислород, но периодически это все там надо перетрушивать, и мы с вами получаем, собственно говоря, к весне достаточно хорошую подкормку для наших растений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова